МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Всем известно, самый простой способ разбогатеть – выиграть миллион. История знает немало счастливчиков, которым это удавалось. Но существует ли научная теория, которая гарантирует выигрыш? Или в азартных играх можно полагаться исключительно на удачу? 2004 год. Никому неизвестный англичанин Эшли Ревелл прибывает в казино Лас-Вегаса. В его кармане 136 тысяч долларов. Весь свой капитал Ревелл намерен поставить на одно поле рулетки. В начале Ревелл ставит фишки на черное поле. Но в последний момент вдруг отправляет всю сумму на красное. Внезапный порыв оказывается верным. Выпадает семерка – красное поле. Сумма выигрыша – 270 тысяч долларов. История Эшли Ревелла – то самое исключение, которое подтверждает правила. Обычно все происходит наоборот. Американский бизнесмен Терренс Ватанабе за год спустил в казино 200 миллионов долларов. Звезда киевского «Динамо» Иван Еремчук из-за страсти к азартным играм лишился квартиры. Что же заставляет людей бездумно ставить на кон все, чем они обладают? Игрок начинает говорить, что со мной происходит что-то странное. Я уже решил, что не буду играть. Шел, деньги, все, вот это другу отдам, долги еще. Шел и вдруг – бх! – и пошел играть. И он начинает описывать какой-то феномен одержимости. Как будто вот в какой-то момент он теряет контроль на церковь. Специалисты полагают, граница обычного спортивного азарта и игромании – безудержное желание выигрывать. Именно оно толкает людей на поиски идеальной теории выигрыша. Но существуют ли решения у этой задачи? Кто выиграл? Один из самых известных ответов – «тройка, семерка, туз» не помог ни заядлому картежнику Александру Пушкину, ни его литературному герою. Не заряжем! Если кто-то знает заветные три карты, на которые надо поставить, с ряду и больше не играть, так он вряд ли об этом расскажет. Пожалуй, самый остроумный выход предложил нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн. Он советовал игрокам выигрывать, воруя фишки со стола, пока Крупье этого не видит. Однако его коллеги и сейчас пытаются всерьез просчитать теорию выигрыша. За последние 20 лет, начиная с 1994 года, действительно, как минимум, четыре нобелевские премии по экономике были присуждены экономистам, а чаще даже математикам, которые занимаются теорией игр, за исследования в игровой области. Самый прославленный из них – американский математик Джон Нэш. Правда, широкой публике известно не столько его открытие в теории игр, сколько успехи в борьбе с шизофренией. Даже тот, кто никогда не посещал казино, знает, как выглядит рулетка. 36 черных и красных полей. 37-е – зеро. Движение колеса, по сути, моделируют работу генератора случайных чисел. И все же запланированный выигрыш в рулетку возможен. По крайней мере, так утверждает одна из самых известных теорий. Мартин Гейл. Принцип ставок в азартных играх, при которой любой выигрыш должен перекрывать все проигрыши. Система Мартин Гейл хорошо знакома владельцам казино. Время удваивать, 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 повышать, повышать ставку, пока не выпадет твой выигрышная комбинация. И она абсолютно рабочая. Математику никто не отменял. Специально для нас наглядный урок Мартин Гейла дает специалист в области теории вероятности Алексей Макаров. Мы играем в Орла и Решку. Здесь работает тот же механизм случайности. Ставка в игре 10 рублей. Мы выигрываем, когда выпадает Орел. Противник выигрывает при Решке. Первый ход – выпала Решка. Противник выиграл. Мы удваиваем ставку. Снова Решка. В этот раз мы проиграли 20 рублей. Нам нужно не только вернуть ставку, проигранные 30 рублей, но мы хотим еще заработать. Поэтому следующая ставка – 40 рублей. Уже сейчас очевидно. Чтобы выиграть по Мартин Гейлу, требуется приличный стартовый капитал. Ведь ставку, возможно, придется удваивать многократно. Получается, стоит подготовиться к партии финансово, и выигрыш обеспечен. По тому же принципу, что рулетка – выбор случайных чисел. Играют и знаменитые однорукие бандиты. Человек пришел, засынул тысячу рублей в игровой аппарат, нажал один раз кнопку, и у него выплата 1 миллион рублей. Иллюзия, в которую очень хочется поверить. Реальность жестче. Именно автоматы обеспечивают 95% денежного оборота в казино. Интересно, что генераторы случайных чисел, которые скрыты внутри однорукого бандита, те же, что использует Пентагон для защиты информации. Сам по себе датчик устроен очень просто, но просчитать его – дело совсем непростое. Насколько мне известно, никому не удалось еще конкретно просчитать те или иные датчики псевдослучайных чисел. В этом поединке математика бессильна. Но, возможно, она способна помочь в карточных играх. Мне нужна моя дама Рейд. Там их много. Их много? Их очень-очень много. Актерское мастерство Дастина Хоффмана в фильме «Человек-дождя» заставляет поверить, даже люди с ограниченными возможностями, обладая феноменальной памятью, могут срывать большие ставки. Что уж говорить о профессионалах. И все знаменитые чемпионы в покер, которые выиграют многомиллионные турниры, они очень дружат с математикой и очень хорошо считают. Кроме везения, нужно обязательно еще и уметь считать. Это обязательно условие. Чем больше игроков за покерным столом, тем действеннее оказывается математика. Но и здесь ее возможности не безграничны. Покер еще. Там очень важный личный фактор. Там и математика, и психология тоже. Когда человек блефует, там психология важна. Психология. Еще один важнейший фактор любой игры. Здесь мало уметь блефовать. Гораздо важнее угадывать чужой блеф. И учитывать настроение и мотивы противника. Семь. Восемь. В таком случае еще раз на квит. Еще. Знаменитый фильм «Бег» появился на экранах Советского Союза исключительно благодаря азарту. Фильм о белой эмиграции спасла от цензуры партия в домино. Режиссер Владимир Наумов и актер Михаил Ульянов летели на самолете из Чехословакии в Москву вместе с членами полетбюро. Партийным чиновникам не хватало двух партнеров для игры в домино. Пригласили Наумова и Ульянова. На кону стояло одно желание. Режиссер и актер выиграли две партии из трех. Именно это спасло картину «Бег» от попадания на полку. Ну, а помни, слышь, уйдем отсюда. Ты, азар, ты проможешь. Умение быстро вычислять и запоминать комбинации, способность читать противника – необходимые качества победителя. Однако, даже если вы хладнокровный гений, система может подвести. 88 раз подряд выпало красное и ни разу черное. Ну, вот как? Это противоречит любой вероятности. Тем не менее, это произошло. Происходят вещи, которые логически объяснить невозможно, которые противоречат всем вероятностям. В 2007 году вышла книга известного математика и экономиста Насима Талиба «Черный лебедь». В ней описано существование так называемых «диких случайностей». Вот курочка-ряба есть не что иное, как квинтэссенция теории Талиба. Да, жили были дед и бабы, была у них курочка-ряба, и снесла как-то раз курочка-яечка, не простой, а золотой. И мир изменился. И мир стал другим. Появился мир, в котором куры стали нести золотые яйца. «Черный лебедь» – событие, не поддающееся логике. Оно не укладывается ни в одну теорию. Ни просчитать, ни понять его невозможно. «Черный лебедь» – безусловный фаворит сценаристов и писателей. А теперь? «Черный». Третий раз кряда. Сомневаюсь. Я говорю «красная». Вы опасный человек, статский советник. Эраст Фандорин, персонаж романов Бориса Акунина, отличался невероятной удачливостью. Он выигрывал во все азартные игры. Но ведь и «Черный лебедь» не прилетает по заказу. Неужели игроки-счастливчики и впрямь существуют? Это единственное, что за грани моего понимания. Я не знаю, почему, но есть игроки, чаще всего выигрыши. Так стоит ли просчитывать вероятности выигрыша, если главную роль в азартной игре все равно играет удача? Или надо всего лишь найти свой собственный счастливый день и час, свое мистическое число? Попробовать модную нынче теорию, которая называется «Визуализация выигрыша». Визуализация – практика достижения успеха, при которой человек создает у себя в голове образ будущего счастья и начинает в него верить. Считается, что яркий образ обязательно притворится в жизни. У нас люди и на свое число день рождения ставят, и на что-то, но что называется, игроки называют это чуйкой, когда они чувствуют, куда ставить, когда ставить и сколько ставить. И когда человек выигрывает, он это считает не случайным, это он лично, он прочувствовал, как ставить, сколько ставить. Впрочем, даже самые яркие случайности такого рода вряд ли возможно превратить в систему. Нельзя визуализировать то, что изменчиво. Еще Гераклиц сказал, нельзя в одну воду войти дважды. Ты можешь ее визуализировать, свой выигрыш, но второй раз такая же ситуация не случится. Из всех возможных стратегий, пока самые беспроигрышные кажутся Мартингейл. Система, которая гарантирует пусть и небольшой, но постоянный выигрыш. Но оказывается, и здесь есть свои подводные камни. Удваивать ставки до бесконечности не получится. Правила казино налагают на это за бред. И если бы не было ограничений в казино по максимальной ставке, то это беспроигрышная система. Но в каждом казино есть в правилах установлен максимум, до которого может казино принять ставки. На американской рулетке это 28-кратное увеличение, возможно. Более распространенная практика – пятикратное удвоение ставок. В таких условиях и Мартингейл теряет практический смысл. Пока, по единодушному мнению специалистов, работает без боев только одна система. Ее условное название – выиграл, уходи. Именно так поступил Эшли Ревел, который поставил на кон в Лас-Вегасе все свое состояние и выиграл. Полученные деньги Ревел вложил в собственный сайт игры в покер. Сам больше не играет. А свидетелем его успеха остается лишь гадать, применял ли он какую-нибудь теорию выигрыша. Да все объясняется просто везением. Повезло человеку, сегодня его день. Как и любое другое удачное событие в жизни человека, это просто хорошее удачное событие, не более. Если невозможно просчитать выигрыш, может быть, имеет смысл просчитать обратное – вероятность неудачи. Итак, рулетка, 37 игральных полей, 18 из них – красные. Мы ставим на красное 100 условных денежных единиц. Если мы будем играть долго, то наш совокупный проигрыш в конечном итоге составит минус 3 умноженное на n. Чем дольше мы играем, тем больше наш ожидаемый проигрыш. Итак, создать теорию выигрыша до сих пор не получилось. Даже у нобелевских лауреатов. А вот просчитать проигрыш оказалось довольно легко. Пожалуй, это повод задуматься, стоит ли вообще мечтать о выигрыше в казино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова